Ольга Николаевна Эти конференции, учитывая, что у нас есть люди новые, и, соответственно, скажем, у нас будут люди подтягиваться, и пополняться у нас будет зал. Людей не будут пускать, потому что они не выполнили своих обязательств. Итак, получилось. Первый пункт, который был сделан, в 2011 году был открыт портал weekend.ru, хотя материалы собирались, я даже не знал такого слова портал, 79-го года. И, соответственно, периодически, обычно в майские праздники я пытаюсь как-то проверять, и он пока был, есть и остается крупнейшим порталом в Европе по изучению творческих личностей и творческих команд. Почему я говорю в Европе? Иногда люди спрашивают, может быть, в мире, может быть, просто я абсолютно не владею даже со словарем различными восточными языками, и допускаю, что в Индии, в Китае тоже что-то есть, я просто физически не знаю. Поэтому я скромно говорю в Европе, и он на русском языке. Соответственно, вторая мысль, которая меня посетила, что необходимо это дело распространять. И, соответственно, я сейчас хочу представить докладчиков, которые в этом отношении помогают. Я буду называть докладчиков, как они будут у нас выступать. Я прошу докладчиков пристать, и, пожалуйста, вы там смотрите и запоминайте. Потому что некоторые докладчики сегодня будут выступать довольно поздно, но в кофебрейке они доступны, и они могут поговорить. И так, соответственно, те люди, которые соглашились выступать, и которые смогли подготовиться, первый доклад будет Соколов Георгий Борисович. Вы встаньте, пожалуйста, Георгий Борисович, пожалуйста, я не буду говорить доклада, да. Вообще-то он еще не заслужил, то есть, на мой взгляд, я надеюсь, что он заслужит, как бы, да, скажем, да. Далее. Аркадий Николаевич Шушпанов, Аркадий Николаевич Шушпанов, да, пожалуйста, смотрите, как бы, да. Это за книги, это за уже опубликованные книги, аплодисменты. Дальше. Да, 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 пока не заказано обратное, да. Дальше. Парнякова Людмила Ивановна, пожалуйста, да, по детишкам. Дальше. Братчикова Надежда Владимировна, пожалуйста. Далее. Гавейлова Светлана Юрьевна. Вот. Далее, значит, у нас будет представление всех участников, то есть, вот, обычно мы так вот идем, то есть, где-то дается секунд 20, то есть, уже думайте, то есть, нужно сказать просто желательно о себе, о себе, и вот, что, уже можете задумать, как вы будете представляться, желательно встать, чтобы вас все видели, и сказать первую вещь, то есть, с чем вам можно подходить, с чем вам можно подходить, и, соответственно, что вас интересует, зачем это сделано, чтобы на кофебрейке вы кучковались, как бы, вот, по интересам. Здесь детишки, здесь бизнес, здесь там политика, так далее. Далее, после кофебрейка, когда он был ходить за доской, за доской, Денисов Максим Васильевич, пожалуйста, Максим Васильевич лучше всех знает, где, что, на какой минуте на ютубе. То есть если у вас какой-то вопрос, что говорил Викентьев 15 апреля в 16 часов, то вы его спрашиваете, он вам отвечает. Я поверил, он знает действительно, это правда, скажем. Далее, Виктория Владимировна, пожалуйста, Матущенко. Далее, Анатолий Александрович очень много сделал, пожалуйста, Анатолий Александрович, для конференции Жачков. Далее, Романов Александр Олегович. Следующая конференция будет выбрана либо 17, либо 21 июня, в зависимости от того, когда Александру Олеговичу будет удобнее искупаться в Финском заливе. Поэтому, как бы, надо бы называть конференцию и так далее. Потому что Александр Викторович должен его заснять, просто по плану, идут следующие конференции, поэтому мы будем поступать именно таким образом. Далее, Луткина Марина Алексеевна, пожалуйста. Марина Алексеевна, покажите. Далее, Мискиевич Александр Владимирович. Мискиевич отгоняет людей, он высокого роста, самый страшный доклад. Значит, там 80 комментариев, только анонс, а на ютубе, под комментарием понятно, что никто ничего вообще не понял, как бы, то есть, соответственно, автор в живом состоянии сегодня пояснит нам, скажем, что мы неправильно поняли. Далее тоже отгоняет людей, значит, поток идет поведения. Значит, Елисий Роман Андреевич, который, как бы, замахнулся, как бы, замахнулся Ашанобелевских лауреатов, как бы, он не скопал ниже ростом. И, соответственно, скажем, значит, мы послали письмо, как бы, медицинский вуз, чтобы его отпустили на конференцию, он студент, как бы, вот студентка, который замахнулся на английских лауреатов, это произвело впечатление, значит, в местной лавке, извините, в медицинском вузе, как бы, это произвело некое впечатление и так далее. Дальше, соответственно, там кофебрейк, там кофебрейк и прочее, и ответы на вопросы. Значит, вот, как бы, это, значит, движение немножко надо было распространяться. Следующий момент, права, то есть, как бы, у нас на сайте написано, момент регистрации, все видели, еще раз напоминаю, наиболее шустрым оказался Белорусский государственный институт в лице Александра Викторовича Плофинцова, поэтому мне просьба не вести аудио-видеозапись с тем, чтобы мы просто вас не удаляли из помещения, скажем, да, пожалуйста, очень большая просьба, потому что, как бы, сначала человек говорит, что это только для себя, потом это оказывается в интернете, как бы, а мы все-таки показываем то, что мы считаем нужным сообществу, а не то, что вообще все, как бы, да. Поэтому мне просьба это выполнять, если вы не хотите быть удалены, значит, соответственно, это делается за гражданским кодексом, мы имеем полное право на это, и, значит, все предупреждены. Далее, соответственно, несколько моих ошибок, которых я сделал с 2011 года, и которые нужно исправить. И вот, соответственно, в 2011 году параллельно были открыты группы в социальных сетях, и мне казалось, это ошибка, я сейчас расскажу об ошибке, что, соответственно, делается такая работа по изучению гениальности, она крупнейшая в Европе, соответственно, питерская интеллигенция, вот, даже сможет помочь как-то, ну, помочь называется репост, как бы. Опыт показал, что питерская интеллигенция, за исключением присутствующих, не в состоянии это сделать. Я говорю, это на камеру, зачем? Значит, я очень хорошо понимаю, что делаю, думаю, что лет через пять, через десять, когда люди будут изучать какие-то курсы, где это будет, в вузах, не в вузах, ну, не знаю, условное название курса вопроса гениальности, студенты будут спрашивать. И так появляется некая крепкая заготовка. И что же делает питерская интеллигенция в центре Питера? Ответ. Она потребляет и нихрена не делает. Вот, правильно, честный ответ на камеру. Я сейчас пишу для истории. Ну, и для тех, кто не попал, кого не пустили. Они заплатили своей бестолковостью, ленью и эгоизмом. Для этого надо платить. Они заплатили. Их не пускают. Соответственно, посматривая нашу группу, вы прекрасно видите количество репостов, количество подписчиков и так далее. Это вот такая первая моя ошибка. То есть обращение словами к интеллигенции имеет практически нулевые результаты. Очень важно, да? Второй момент. Соответственно, скажем, у нас такая штука была. Мы просили, просили на предыдущей конференции, что, пожалуйста, почитайте гугл-облака. Пожалуйста. Мы просили. Это была летняя конференция. Почему? Ну, дело в том, что то, что здесь будет сегодня происходить, относительно новое. Относительно новое. То есть вопросами творчества люди пытались заниматься давно. Но как-то инструментально, мягко говоря, стало получаться в 20 веке. Есть две бесспорные личности в 20 веке. Это Станиславский и Альшулер. У которых есть какие-то нешуточные результаты. Все остальные фигуры уже спорные. Далее. Довольно непривычно. По большому счету, все, что происходит здесь в гугл-облаках, абсолютно доступно на старшеквачнику, на который начитанный с умом и так далее. С умом дружит и прочее, тудолюбивый, да? И так далее. То есть, ну, несложно, в общем-то, но хотя непривычно. И очень разнородно. То есть первый доклад у нас будет по поляризации науки, потом будет много о детишках, потом будет антигений и так далее. Соответственно, опыт показал, что у нас 21 января, здесь же будет 57-я встреча. И взять на слух, не записывая, этот материал практически невозможно. Соответственно, ну, кто у нас ходит на лекции, он знает, что часть аудитории ходит несколько лет и не записывает. У нас идет лекция, не конференция, а лекция идет 3 часа без перерыва. И, соответственно, я по лицам вижу, что через полтора часа у людей в голове образуется, используя сибирский термин, блин, компот. Они понимают, что я говорю, я осмысленные вещи, но что я говорю, они не понимают. И они стойко не записывают 3-4 года, надеясь на свою голову. Голова, как принято у головы, их подводит. Вот это слышно по вопросу, да, скажем, да? Соответственно, скажем, значит, А на этой конференции я исправил ошибку, которую я сделал, то есть нельзя простить интеллигенцию, а интеллигенция не понимает. У нас условия, вычетка гугл-облаков. Условия, то есть не просьба, а условия. Почему? Посмотрите, что происходит, чтобы все одинаково понимали к летней конференции и к сегодняшней конференции. Итак, у нас, вы видите график, у нас время на работу с докладчиком 10-15 минут. С одной стороны, вполне достаточно. Дальше что возникает? Люди, не читающие гугл-облака, это в записи прошлой конференции слышно, просто слышно, мы это отрезали, начинают спрашивать. То есть они просят еще раз, чтобы им пересказал докладчик и так далее. Ну, соответственно, обращаю ваше внимание, вы видите у вас раздаточный материал, некоторые наши докладчики приехали из других городов. То есть человек, значит, несколько месяцев работает, из других городов приезжает, это стоит несколько десятков тысяч, в гостинице, с проездом и так далее. Знаешь, он видит питерскую интеллигенцию, которая не в состоянии прочесть. Это честный жест, оплатить докладчику дорогу. Ну, в основном, что это честно. И человек за 10 минут пытается познать то, что он не считал, либо она не считала, но обычно мужчины бывают. Соответственно, что происходит? Докладчик не понимает, потому что Викентьев обещал, что мы будем пытаться помочь докладчику, а не с тем, чтобы докладчик еще раз к человеку, который не в состоянии прочесть, пересказывал свой доклад. Это очень печальные вещи. Это антилень такая вот называется. Что же видит зритель? Он видит, что конференция готовится полгода, докладчик выступает. Ну, обычно средний выступает, были несколько слабых докладов, но вообще средний выступает у нас докладчик, или хорошо выступает докладчик. И он видит, что правила и рекомендации вообще не выполняются. Ну, это слышно, это просто слышно. Вот камера, все слышно, да? Не выполняется. А почему, да? Соответственно, скажем, вот мы прекращаем это делать, просто прекращаем это делать, потому что это исторически справедливо, это уважение трудолюбивых людей, а те, которые пытаются с нуля не считая, значит, соответственно, скажем, они идут лесом. Соответственно, далее очень печальная статистика. На этой конференции, значит, буду снимать вопросы. Снимать вопросы. Почему? Я и на предыдущей конференции снимал вопросы, то есть все просто идут через меня, я их модерирую. Что такое снятие вопроса? Значит, я могу снять вопрос по безумному количеству причин. Пункт номер один. Мне показалось, что человек не читал доклад. Мне показалось. Причем мы исходим из того, что я ошибаюсь сразу же, да? Второе. Человек, вообще говоря, встает на школьном докладе, на вашем докладе, например, и спрашивает, ну, а вообще, как нам обустроить Россию? Такие вопросы из зала после обеда есть. Бывают, бывают, как бы, да, соответственно, скажем. Мне что-то подсказывает, что за 10 минут, как бы, то есть это несколько нублеских. Вообще, если я вот чеках сходу, я надеюсь, вы ответите, конечно, на этот вопрос, да? Скажу, сходу наши девушки, значит, ответят блестяще на этот вопрос. Ну, это наивно, да, скажем, да? А вот, скажем, да? Или просто я уже вижу, что мало времени. Ну, если время на кофебрейке так далёк. Значит, я говорю, вопрос снят. Вопрос снят. Это означает, что вы можете... Значит, я могу ошибаться. Значит, да? Ряд людей мне говорят, что они обижены, что их вопрос снят, потому что их-то вопрос был самый такой, да? Вы можете пообщаться с докладчиком на кофебрейке. На кофебрейке. Подойти пообщаться, скажем, или со мной. Вот, следующий вопрос. Вы можете написать письмо докладчику параллельно копию мне. Обыд показал, что человеку не в лом потратить общее время собравшихся, но практически 100% в лом написать после конференции. Вот, понимаете, да? То есть вот общее время потратить не в лом, потому что я не читал. Не читал, не сделал до как бы в лом. Поэтому, соответственно, вопрос я буду снимать. Если я так считаю субъективно, то есть я исхожу из того, что я ошибаюсь. Исхожу из того, что это научная деятельность. Соответственно, что очень хочется, чтобы докладчикам были бы вопросы не на понимание. Вопросы на понимание у нас начинаются с ноября месяца. Было полтора месяца почитать все гугл-облака, вернуться, еще раз почитать, еще раз почитать и так далее. Было полтора месяца. Вполне достаточно момент, да? Какие-то есть очень хорошие примеры. Ну, очень хорошие, которые мы должны все услышать. Какие-то направления в развитие. Это вопрос направления в развитие. Гениально, если контрпримеры, но, в принципе, основная работа идет в Google-облаках, которые всем были совершенно открыты сообщены. Поэтому, соответственно, исправляя эти ошибки, мы и на этой конференции, и на следующей конференции переходим на язык требований, потому что он показал, что интеллигенция и питерская, и не питерская, в принципе, очень быстро понимает слово «деньги», а мы делаем специально, чтобы снимаем все барреры. В принципе, на конференции может попасть любой человек, никаких барьеров нет, кроме лени, эгоизма и глупости. Снимаем все барреры, это не понимают. И второе, когда, например, не пускают, очень хорошо входит в голову сразу же, то есть люди начинают очень быстро обучаться, про это сознание, скажем. Меня не пустили в бесплатную конференцию. Я специально это педалирую в социальных сетях, каким же нужно быть человеком, чтобы за полгода, за полгода зарегистрироваться на бесплатную конференцию и не попасть. Это явно человек из команды мечты, правда? Ну, это свой, да? Далее, значит, тысячи извинений. Соответственно, скажем, туалеты. Значит, с туалетами большая проблема. Я говорю, что на конференциях бывают чудеса. Это первое чудо. Значит, с туалетом, значит, как бы, да? Достаешься, значит. В 11 часов, в 11 часов, там, придут библиотекарши, которые владеют нескими иностранными языками, и для себя откроют туалет, и нам по блату тоже будут туда пускать, как бы, то есть, если вы обращаетесь по-английски, конечно, на любом европейском языке, то есть, как бы, показывают, что, конечно, язык будет выучен мгновенно сегодня, то есть, все владеют, как бы, да? То есть, вот, да, вот коллеги, которые сидят, ребята проведут вас, вот, проведут, они уже освоят в 11. Если кому-то вот очень-очень-очень, извините, я понимаю, что так далее, вот, к сожалению, одевайтесь, одевайтесь, выходите на улицу, вот, фонтанка 44, ну, вот, конечкового моста нужно идти, вот, просто в основной фонд. Вот, я прошу извинить, значит, туалеты уже делают несколько месяцев, ну, как бы, мы вот страдаем и так далее. Значит, мы сейчас находимся в помещении библиотеки, поэтому, если вы хотите курить, то надо выйти на бодвор, там, в принципе, даже на колесе запрещено курить, но там поставлена урна. Вот, если вы хотите, ну, в протечении библиотеки даже очень хочется, значит, не курить, скажем, да? Значит, следующий момент, который важный, значит, мы начинаем работать в интернет 15 января вечером, значит, ну, практически 8 часов вечера. Кто хочет, пожалуйста, бесплатно. Тема еще не понятна, но, наверное, будет какое-то подведение итогов и прочее, прочее. И, соответственно, для питерцев, хотя не только из Питера приезжают, вот, 21 января, тема здесь, тема здесь, тема, скорее всего, будет, это вот, как бы, бизнес, бизнес и творчество, бизнес и креатив. Вот, соответственно, значит, такие организационные моменты я все рассказал. Есть какие-то организационные вопросы? Вопросы организационные есть? Нет, да? Значит, поэтому, уважаемые коллеги, значит, если среди вас, либо там есть какие-то друзья, сотрудники, родственники, которых не пустили или хотят в следующий раз, пожалуйста, объясните, что вот репосты и чтение Google облаков – это не потому что блажь. Если вы думаете, что мне хочется навешивать добровольно на себя дополнительную функцию, кого-то там не пускать, что-то еще ограничивать, вы глупо ошибаетесь, мне просто на это нет времени, то есть мне очень безумно жалко времени тратить на это вот, на переписку, значит, да. Это просто, потому что некое техническое требование, потому что мы должны уважать труд наших докладчиков, ну, вот, хотя бы сделать попытку, потому что, если не читать докладов, соответственно, мы будем просить докладчика, который приходил за свои деньги, пересказать то, что я не читал. То есть это, пожалуйста, на другие конференции, пожалуйста, да, вот, пожалуйста, положите это в голову и так далее. Давайте посмотрим. Спасибо за внимание. Продолжение следует...